Сергей Пугачев Мы поговорим про основные тренды, которые в 2017 году у нас наблюдаются в веб-разработке. Android-разработчиков что-то было немного. Поднимите руки, кто из вас веб-разработчик? Денис, гораздо лучше, мне кажется. Целевая аудитория. Да, я рад, что здесь есть целевая аудитория. Интересно, чем занимаются все остальные. Тестировщики, наверное, или бэкэнд? Ну ладно, это мы потом узнаем. Итак, да, это мои предыдущие кампании. Давайте перейдем напрямую к докладу. На самом деле, то, что у нас сейчас наблюдается в веб-разработке, это уже будущее. Потому что если сравнивать с тем, что было 3, 4 или 5 лет назад, прогресс колоссальный. Почему я так считаю? Во-первых, берем самый нижний слой. Большинство запросов к Гуглу, Фейсбуку, Твитеру и другим сервисам из ваших браузеров уже идет по протоколу HTTP2. То есть мы живем в мире, где HTTP1.1 уже снимает меньшую часть. HTTP2 имеет очень много преимуществ. Но если говорить про HTTP1.1, то у нас есть возможность делать запрос-ответ. HTTP2 позволяет мультиплексировать все в одном канале, делить сервер push и так далее. То есть гораздо более мощный протокол, и он уже работает в ваших браузерах. Ну вот как пример. Картинку поделили на несколько тайлов, и каждый из тайлов сохранили в отдельный файл. Эти файлы пробуем загрузить по HTTP1.1 и по HTTP2. И вот сравнение скорости такой загрузки. На мобильных соединениях преимущество получается достаточно большое. И это уже работает. Если говорить дальше про сам HTML, мы получили данные по HTTP2, отображаем в браузере. В браузере у нас уже поддерживаются веб-компоненты, то есть позволяющие расширять семантику HTML. И это уже работает. Вы можете взять библиотеки от Google, например, Polymer, и взять компоненты и сделать свой веб-сайт похожим на приложение с таким прекрасным интерфейсом. Дальше. Если мы говорим про CSS, последняя версия CSS, у нас есть grid layout, flexbox, анимации и так далее, и так далее. Это позволяет делать прекрасные сайты. Это уже все работает. Ну и закончим выполнением кода JavaScript. В последние годы наблюдается потрясающий рост и улучшение в этом направлении. Потому что если мы говорим про стандарты JavaScript, это ECMAScript, то была версия 1, 2, 3, 97, 98, 99, и не было никакой новой версии в течение 10 лет этого стандарта. То есть ECMAScript 3 и ECMAScript 5, между ними разница 10 лет. Мы поняли все-таки, что это не очень хорошо, и комитет теперь выпускает новые стандарты ECMAScript, то есть JavaScript, это можно поставить знак равенства, каждый год. Теперь у нас есть версия 2015, 2016, 2017, и будет версия 2018. И в каждой из них очень интересное улучшение. Например, AsyncBait в последней версии. И это можно использовать уже сейчас. А если вы используете такие вещи, как TypeScript, например, для ваших React или Angular приложений, то можете использовать все самые последние фичи ECMAScript 8-2017 уже сегодня. И это все работает. Трудно назвать это трендом или будущим, потому что все это от HTTP2 до веб-компонентов и ECMAScript 2017 уже есть в ваших браузерах и может использоваться. Вот, например, как выглядит современный JavaScript. Это прекрасный и очень удобный язык. У нас есть нативная поддержка модулей. Я написал импорт что-то from Utils, и у меня это импортировалось. У нас есть поддержка, здесь вот экспорт для модулей. У нас есть ключевые слова AsyncAwait. Теперь не надо промисы писать в таком синтексисе, где у нас надо писать then, catch. Можно просто написать await на промис, и все будет работать линейно. У нас есть string interpolation, как здесь в примере с файлнеймом. И другие, и другие улучшения, их действительно много. Классы мы можем писать. Нормальные. Это стандартная фича языка. И все это современный JavaScript-Rackmascript. Все уже работает. Но что же является таким чуть более дальним будущим, которое в принципе уже актуально? Во-первых, несмотря на все это, несмотря на все улучшения, у нас есть проблема с быстрым кодом в браузере. У нас есть очень важная проблема. Мы не можем делать, например, игры или математические вычисления, которые так же быстро работают в браузере, как и в нативном коде. И все разработчики современных браузеров это понимают. Поэтому, сговорившись вместе, выпустили стандарт под названием WebAssembly. Теперь у нас без плагинов, без всякого флэша и без всяких ActiveX, не дай бог, можно запустить код, скомпилированный из C++, и получить практически такую же. По современным бенчмаркам процентов на 20, на самом деле, меньшую производительность, но это только начало. Поэтому можно сказать, что практически такую же производительность, как и нативного C++. Это первое, что происходит. Важное. Второе важное. Это нативные возможности. Веб-приложения становятся все ближе и ближе к нативным. И только что говорили про Progressive Web Apps, про сервис-воркеры, возможность работы оффлайн. У нас также появилась возможность работать с оборудованием. Это веб-лютуз, работа с сенсорами, веб-USB. У нас появилась возможность работать с VR, это стандарт веб-VR. Ну и всякие такие вещи, как веб-пэйментс и креденджерс API, позволяют быстро амортифицировать пользователя, быстро принимать платежи. И все вот это, что было скорее свойственно нативным приложениям, теперь становится доступно в вебе. И это такой магистральный тренд на этот год и на следующие годы. Поэтому все работает быстро и с нативными возможностями. Ну и давайте поговорим про первый пункт, это веб-ассембли. Потому что это то, что наиболее ярко, наверное, в этом году проявилось. Все браузеры согласились и вместе разработали этот стандарт, что редко бывает, потому что все разработчики браузеров обычно спорят и не могут прийти к какому-то соглашению. Но тут все согласились и выпустили стандарт, который позволяет действительно ускорить веб. А почему нам надо ускорять веб вообще? На самом деле раньше веб был очень медленный. JavaScript работал безумно медленно. И в 2008 году все немножко изменилось. Что произошло в 2008 году? Chrome появился, да, с быстрым just-in-time компилятором JavaScript. И дальше мы пошли по плато. Все-таки есть задачи, типа игр. Или, например, автокад портировать в веб. Или что-нибудь маткад. Что-нибудь такое вот. Но у нас есть все-таки лимиты плато производительности. И что нам надо делать дальше? А дальше, к сожалению, можно JavaScript оптимизировать трудно. Почему? Потому что вот возьмем стандарт JavaScript. Как определена семантика для оператора плюс в JavaScript? Она в стандарте определена вот так вот. То есть когда вы пишете 2 плюс 2, выполняется действие 15, наверное. Хочется иметь возможность в вебе написать 2 плюс 2, и чтобы выполнить ассембленная инструкция плюс, и все. А не вот эти действия с приведением типов, с вызовом функций и так далее. Поэтому веб-ассембле нужен. Как работает веб-ассембле? Мы берем любой существующий язык, который поддерживает LLVM. В основном сейчас. Он уже компилирует промежуточный код LLVM-компилятора. И из этого промежуточного кода получается веб-ассембле, который браузером практически один в один компилируется в нативный код. Все достаточно просто выглядит. Это получается гораздо быстрее, потому что мы избавляемся от фазы парсинга. Мы избавляемся от фазы компиляции и оптимизации, по сути, потому что там компиляция гораздо более простая. У нас разные garbage collection и все такое уходят, и поэтому веб-ассембле работает гораздо быстрее. Вопрос. Ну, надо ли писать все приложения на веб-ассембле? Нет, конечно. Потому что в бизнес-приложении никто в здравом уме не будет писать на веб-ассембле, потому что у нас есть прекрасные библиотеки типа Angular или React, прекрасный язык типа современного ECMAScript, JavaScript. И все это классно работает. Но если нужна производительность, то и, например, написание таких сценариев, как игры, то тут, к сожалению, без таких инструментов, как веб-ассембле, не обойтись. Итак, это действительно очень близко к ассемблеру. Ого, кого-то с днем рождения поздравляют. Прекрасно. Это действительно очень близко к ассемблеру. Там действительно очень базовые операции, базовые типы данных. И давайте посмотрим, как все это выглядит на практическом примере. Я люблю показывать практические примеры. Весь код, который я буду показывать сегодня, доступен на моем гитхабе по адресу github.com из пугачев.web.2017. Вы можете найти весь код, который будет демонстрироваться. Итак, я воспользуюсь инструментом, который называется VASM Explorer, WebAssembly Explorer. И здесь я в левом столбце могу написать код на C++99. А в правом будет тот WebAssembly, который сгенерился. И дальше будет настоящий ассембленный код. Ну, давайте я напишу какую-нибудь простую функцию. Int half. Не знаю, видно ли будет. Наверное, не видно. Я сейчас приближу. Ого, да. Так трудно. Ну, ладно, я сейчас напишу и приближу. Итак, давайте сделаем функцию, которая поделит число n пополам. Итак, я напишу эту функцию. Return, turn, n делим на 2. Итак, вот как выглядит эта функция. Это стандартный C. Справа появилось символьное представление WebAssembly. WebAssembly, как и x86Assembly, имеет какое-то символьное представление. Вот оно. Мы экспортируем память, экспортируем функцию half. И, соответственно, мы выполняем какие-то действия в этой функции. Делим переменную на 2. Мы на самом деле в WebAssembly имеем стэковый ассемблер, не регистровый. Поэтому здесь представление оптимизировано для такого стэкового представления. Можно показать не очень оптимизированное, сделать clean WebAssembly и посмотреть, как это будет в более чистом виде, неудобно читаемым настолько. Ну что же, я скомпилировал. Что делаем дальше? Дальше давайте я скачаю получившийся файл. Я могу это скомпилировать компилятором C++, я могу это скомпилировать любым доступным компилятором. Итак, вот мой файл, тест WebAssembly. Давайте посмотрим, что же это за файл. Я перейду на Desktop. Desktop. И посмотрю этот файл в консоли. На самом деле это простой бинарный файл. Итак, теперь самое время его запустить. У меня есть этот файл, тест WebAssembly. У меня есть уже готовый проект. Я не буду писать все с нуля. У меня есть готовый код, который будет этот файл запускать. Итак, вот этот код. Соответственно, что мы делаем? На промисах. Мы загружаем переданный файл. Здесь у меня называется calc. Ну, неважно. Точка vasm. После этого читаю его в массив. После этого производится его компиляция. После этого инстанцируется модуль. И я вызываю функцию have, которую только что написал. Так как трудно сейчас копировать туда-сюда файлы. У меня этот файл уже сохранен здесь. Давайте я его просто запущу. Я раскомментирую этот скрипт, где все это было написано. И запущу этот файл. Итак, openinterminal. Я воспользуюсь встроенным тут сервером на 5000 порту. Так. И запущу. Так. И мы видим, что я здесь в коде. И мы видим, что я здесь в коде передал функции half раз, два, три, четыре, пять, шесть. И получил половину. Соответственно, все работает. Давайте посмотрим на те файлы, которые у нас пришли. Вот этот файл. Мы прямо в хроме можем посмотреть на веб-ассембли, на дезассемблированный код, на то, как это работает. Ну, здесь у меня две функции в этом файле. И можем даже поставить точку останова, если хотим. Соответственно, хром уже поддерживает это на достаточно хорошем уровне. Давайте посмотрим в консоли на саму эту функцию half. Хром пишет, что это функция с нативным кодом. Соответственно, это функция, содержащая native код. Там действительно скомпилированный native код. И чтобы вы понимали, насколько компиляторы современные хорошо работают, давайте посмотрим на то, как скомпилируется, например, функция... У меня там есть заранее заготовленный код. Как вы думаете, у нас есть функция, которая называется calc. В этой функции у нас есть умножение переданного х на 4 и прибавление к этому х тройки. Как вы думаете, сколько в ассемблерном коде у нас получилось сложений и умножений? Современные компиляторы очень хорошо умеют оптимизировать. И в реальном ассемблерном коде у нас ни одного сложения, ни одного умножения нет. Если вы понимаете, почему... Во-первых, здесь используется для умножения на 4 сдвиг. А во-вторых, так как мы сдвинули на 2 разряда, то для того, чтобы прибавить 3, нам надо исключительно сделать... Где shift? Скомпилировалось. Нам надо исключительно сделать... Да, когда... Так. Нам надо сделать что-то... End. Здесь что-то плохо видно. То есть компилятор оптимизирует по максимуму. И более быстрый код, в принципе, получить действительно трудно. Ну что же, это был достаточно простой пример. Естественно, мы можем запускать и гораздо более сложные вещи. Возьмем следующий пример. У меня есть нативное приложение, которое работает с графикой. Допустим, я пишу игру. И вот мой код игры. Сейчас я его открою. Допустим, я пишу игру. Вот мой код игры. Он написан на прекрасном языке C. Здесь используется OpenGL. И я здесь кое-что рисую. Этот код будет работать на Mac. Давайте скомпилируем. Make. У меня здесь есть makefile. Я его скомпилирую и запущу. Вот этот код. Вот это OpenGL приложение. Делаю сейчас самые простые вещи, но это исключительно в целях демонстрации. Мы можем делать самые сложные вещи. Оно нативно работает на Mac. Давайте то же самое скомпилируем для WebAssembly и запустим это в вебе. Сделать это не так сложно. У меня тут уже есть makefile, который может скомпилировать. Сейчас мы потом посмотрим, наверное, на makefile. Вот эта команда выполняется. И, собственно, все. И компилируется в WebAssembly. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Я уберу код, который мы только что писали, и раскомментирую другую часть кода. Итак, в веб-страницу я вставлю canvas, на который будет рисоваться наш куб. Дальше я сделаю некоторые вещи, которые обязательно нужны в данном случае, для того, чтобы сказать в WebAssembly программе, на каком canvas рисовать. Есть достаточно простые вещи. Код вы можете найти в репозитории. И дальше я подключу файл, который был сгенерирован компилятором, для того, чтобы было легче работать с этими WebGL вещами. Этот файл, webassembly.rg, был сгенерирован компилятором. И дальше у меня здесь уже есть скомпилированный webassembly.vasm из приложения. Итак, на самом деле, кроме запуска компиляции, я сделал всего пару вещей. Давайте посмотрим, как это выглядит и работает. Так, где у нас? Так, рефреш. Окей. И мы видим, что то же самое приложение, которое только что работало нативно, теперь работает в браузере. И здесь действительно в WebAssembly, и все достаточно хорошо. Так, консоль. Итак, это WebAssembly. Давайте посмотрим, будет ли то же самое работать на Android. Я возьму мой Android, на котором обновленная версия Chrome. так, и сейчас мы перейдем. И сейчас вот. И сейчас показывается экран у андроида. Итак, localhost 5000, там где... И ничего не работает. Localhost 5000. Перегружаем. И видим, что то же самое работает на андроиде. Никаких проблем с этим нет. Ну что же, мы написали другое. Что делать дальше? А дальше у нас идет... А дальше нам надо ее распространять. Нам надо сделать так, чтобы пользователи ей пользовались. И делать другие вещи. То есть нам надо сделать все более похожим на приложение. И здесь нам помогут Progressive for WebAs. Про это была предыдущая тема. Я покажу, как это сделать на практике. Progressive for WebAs позволяет делать веб-приложения очень похожими на нативные. Кроме того, я хочу в моей георгии реализовать вход пользователя. Так, чтобы пользователь, войдя на эти стопы, у него не было проблем, что надо еще раз войти на мобильном устройстве. Потому что вводить им пользователь пароль на мобильном устройстве очень трудно. Если он уже залогенит, не надо его заставлять это делать еще раз. Для этого я сделаю автоматический вход с помощью программного сайфа. Ну и в конце концов, я хочу продавать какие-то шняшки в моей георгии. И поэтому надо реализовать WebPayment CPA. Для того, чтобы пользователь мог легко заплатить за, например, дополнительные уровни в моей прекрасной игре с клубом. Давайте посмотрим, как это сделать. Вот моя игра уже работает. Во-первых, нам надо сделать наше приложение Progressive Web. Для этого сделаем две вещи. Во-первых, мы уже устанавливаем. Во-первых, нам нужен манифест. Манифест.json. Вот этот манифест. В манифесте я называю приложение, задаю цвета и иконки. Манифест я подключил на инициативу. Следующий момент. Мне нужен Service Worker. Итак, вот мой Service Worker, который будет отвечать за киширование и работу offline. Я регистрирую Service Worker. Обратите внимание, используя ключевое слово appway для того, чтобы подострять promise. И сам под Service Worker достаточно прост. Я вот эти все файлы, которые у меня в WebAssembly, WebAssembly.js, сайт.css, и файлы, и индекс.html просто кладут в тэш. Ну и делаю кое-какие еще вещи, которые в этой нашей нужны вы видели в предыдущем докладе. Теперь наше приложение будет устанавливаемо и сможет работать в клане. Давайте проверим, как это работает. Так, вернемся к нашему Андроиду. Обновим приложение. В принципе, ничего сейчас не изменилось. Но я могу нажать кнопку, эту Home Screen. И теперь я это приложение могу установить. Я не уверен, что сейчас адекватно установится, потому что у меня не ищет PS. Но давайте проверим. Откроем приложение. Да, приложение тут открылось не очень, потому что у меня не загружено в HTTPS. Я заранее сохранил приложение в Firebase, который будет сервить его же в HTTPS. И мы посмотрим, как будет установка в этой ситуации работать. Когда у нас все-таки в HTTPS. Но, опять же, никаких изменений в этой версии, кроме того, что это сервис от HTTPS, нет. Итак. Я загрузил из интернета приложение. Ай, оно у меня уже установлено, да? Так. Uninstall. Uninstall. Я загрузил из интернета приложение. Это прогрессивный выбор. Я туда добавил сервис воркеру манифест. И теперь убираю этот home screen. Теперь у меня локально сохраняются приложения. Приложение. Сограняются данные. Я нажимаю кнопку open. И видим. Сплэш-стрит. Приложение работает как обычное приложение. Даже без браузера. Его трудно отличить. Его трудно отличить от... не на этих приложениях. У него есть иконка на стартовом экране. Вот. Через нее я могу запустить приложение. Оно видно в задачах. И, в принципе, с точки зрения пользователя, это практически обычное Android-приложение. При этом оно используется и написано на веб-технологиях. Ну что же. Давайте пойдем дальше и попробуем добавить туда авторизацию и оплату. Итак, я сейчас закрою это приложение. Закрываем. И добавляем следующий этап. Авторизация и оплата. И оплата. Как у меня реализована авторизация? Есть новый credentials API, который позволяет работать с credentials store-ом браузера. Например, мы можем сохранить туда имя, поиск или пароль. На другом устройстве получить его, выполнить автоматический вход и делать другие вещи. И с этим credentials API у меня здесь и производится работа. Итак, scripts, users. Вот как это выглядит для меня. Если я нажимаю на кнопку сохранить, я просто добавляю credentials. spugachev.gmail.com и иконка и пароль hello. Это не мой настоящий пароль, не пробуйте его вводить. Когда я хочу в следующий раз автоматически войти, я navigator credentials get и дальше просто выведу в консоль эти credentials, потому что я с ними ничего не делаю. Давайте посмотрим, как это работает. Но только нам сначала надо добавить нужные ссылки. Итак, у меня еще будет третья демонстрация, если успеем, со свечкой, поэтому здесь есть три ссылки. Итак, заходим на нашу страницу. И мы видим, что выполнен вход как spugachev. Я сейчас удалю. Ай, здесь... Да, это немножко не production code, поэтому... Поэтому соотношение сторон здесь не идеально. Итак, я вижу, что в браузере у меня сохранен пароль. Я сейчас его удалю отсюда. Done. Теперь я выполню добавление пользователя. И мне спрашивают, хочу ли я сохранить пароль. Да, хочу. В следующий раз, когда я зайду на сайт и выполню обновление, у меня выполнился автоматический вход. Посмотрим, как это выглядит на мобильном устройстве. Так. У меня открыт он. Открыт. На мобильном устройстве я еще ни разу не заходил на этот сайт с этим кодом и с именем паролем. Итак, захожу на localhost 5000. localhost 5000. И у меня внизу видно, что я вошел. При этом это мой первый вход. Я здесь никогда не вводил пароль. Все синхронизировалось с десктопным сайтом. И автоматически мой код получил сохраненный на десктопе пароль. И я выполнил вход. Chrome это показал. Ну что, теперь давайте посмотрим, как работает код, который отвечает за оплату. У меня есть код оформления подписки. И мы видим, что предлагается купить годовую подписку всего за 1999 рублей. Ну, недорого, конечно. Давайте для такого приложения. Давайте отредактируем контактную информацию. Так. Выберем карту. И оплачивать. Не, не будем оплачивать. Посмотрим, как это выглядит на десктопе. 10 минут, да. Последняя. У меня та версия. Сейчас проверим. Так, почему не работает. Сейчас очищу кэш. Проверю еще раз. Должно заработать. Так, на десктопе почему-то сейчас не работает, но этот API появился и в десктопной версии. Возможно, у меня просто здесь не обновленный браузер. Как это реализовано в коде? Итак. У меня payment. Я делаю несколько простых вещей. На самом деле всю обработку действительно делает код. Но интерфейс, предоставление адреса и все такое, за это все отвечает браузер. Я выбираю методы оплаты. Задаю, что я хочу купить. Payment details. Дальше делаю payment request. И дальше от пользователя получаю всю информацию. И нам не надо заставлять пользователя заполнять многочисленные формы. Потому что обычно вся эта информация и так уже сохранена в браузере. И нам надо нажать только на кнопку оплатить. Ну что же. Прекрасно. Обратите внимание, что везде я использую современный синтезис JavaScript и ECMAScript. Здесь у меня асинхронные функции. Здесь нет таких традиционного большого кода с промисами. Здесь все компактно и все в современном стиле. Ну и давайте посмотрим на последнюю демонстрацию. Это работа с оборудованием. Подключить Nexus. Подключиться. Подключайся. Подключайся, да. Давайте посмотрим на последнюю демонстрацию. Это работа с оборудованием. Так как у нас теперь современные веб-стандарты. Мы можем, например, поискать Bluetooth-устройство. И у меня есть такое Bluetooth-устройство. Это Bluetooth-свечка. Эта свечка позволяет... Давайте я ее включу. Ну, наверное, свет не виден сейчас. Но эта свечка позволяет подключиться к ней по Bluetooth и управлять ей. Посмотрим на код, который изначально работает. Вот этот код. Я вызываю навигатор, Bluetooth, request device. Соединяюсь с девайсами. Получаю сервис свечи. Выбираю нужный эффект. И дальше делаю изменение цветов каждую 100 миллисекунд от зеленого к красному. Это все JavaScript. Это все веб-стандарты. Посмотрим, как это работает. Так. Я раскомментировал код, который относится к кендаллу или нет? Не раскомментировал. Давайте раскомментируем его и попробуем еще раз. Так. Так. Ну, что же. Кендалл. Что-то здесь медленнее. У меня на экране показалось. Показывается окно поиска устройства. Я выбираю мою свечку. И делаю pair. Все. И теперь выполняется мой код. И на этом устройстве меняется цвета, так как я это и запрограммировал. Поэтому, если вы веб-разработчик и хотите сделать что-то для IoT, у нас уже есть для этого стандарты. Вы можете взять плату, что-то на ней запрограммировать, подключиться с вашего веб-приложения, которое работает как PVA нативно на андроиде и управлять этим девайсом по Bluetooth с помощью современных веб-стандартов. Да. У меня потом, наверное, не после доклада, но когда-нибудь потом можно посмотреть. И код тоже доступен. Таким образом, современные стандарты позволяют делать все и очень близки к веб-приложениям. Итак, спасибо за внимание. И я готов ответить на вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Да, слышно. Сейчас. Нет? Не слышно? Добрый день. Спасибо за доклад. Вопрос, собственно говоря, по компилятору именно для веб-ассемблера. То есть вы сказали, что компилируется там C, C++ и так далее. Это компилируется в GCC стандартном или это отдельный компилятор нужен для них? Если кратко, я не помню, что там GCC, C-Lang и все LLVM компиляторы могут делать вывод в веб-ассембле в формате. Но еще нужна стандартная библиотека, которая бы была для веб-ассембле. Поэтому есть проект ECMAScripten и компиляторы EMCC, который добавляет к C-Lang еще и стандартную библиотеку, которая будет работать в вебе. Например, делать console.log и стдаут из C++ кода, чтобы он в вебе и шел через console.log. Вот это позволяет все хорошо сделать ECMAScripten. Но в целом любой язык, который поддерживается LVM и C-Lang будет компилироваться. То есть, соответственно, это компиляция в некий объектный код получается? Все то же самое, например, как с современными приложениями на iOS, которые в тот же самый объектный код компилируются практически. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, что насчет безопасности? Все-таки используется автологин, платежи, нативный код. Это интересный вопрос. Да, здесь все фичи вместе. Все хорошо в целом, но по-разному. Автологин. Для вашего сайта вы можете положить credential и забрать credential. В принципе, это просто credential store, который безопасен с точки зрения вашего сайта. Сайт скриптинг атаки здесь есть нормальная защита, пока не было на это. То, что мы говорим про нативный код, он, естественно, не имеет доступа к платформе. Он имеет доступ только к браузеру и к той же виртуальной машине, что и работает ваш сайт с JavaScript. Нельзя вызвать какой-нибудь произвольный код Win32 API или POSIX. Здесь все ограничено. Я не помню, можно ли нормально сохранить, но скорее надо сопрягать. По-моему, где-то работало сохранение. Если можно, еще вопрос. Очень интересно показалась тема в том плане, а можно ли портировать уже готовые C коды? Допустим, OpenGL игру можно ли портировать именно под WebAssembly и опубликовать как Web Application? В последних браузерах WebAssembly поддерживается. Если клиент будет последним браузером, можно взять OpenGL игру. И если она не использует вызовов системных, которые не реализованы, то она будет работать. Соответственно, если она использует какие-то локальные вызовы Windows или Android, то нужно будет написать какие-то обертки для этого. То есть если чистый OpenGL, то в принципе это реально уже сейчас запускать. И сейчас это уже работает. Уже есть такие примеры. Конечно, так можно сделать. Спасибо большое. Давайте какой-то подальше там был вопрос. Вот сначала вот… Где подальше? Ну вот сначала вот здесь давайте. Здравствуйте. Спасибо. А можете вот рассказать вкратце про то, как работает компиляция вот байт-кода, который сгенерировал для WebAssembly именно как вот браузера? То есть это G, да, компилятор, правильно? Получается модуль WebAssembly. Дальше компилятор, это он очень на низком уровне. Там все инструкции очень низкоуровневые. И дальше для целевой платформы, если это Android-телефон, то это ARM, если компьютер, то x86, практически один в один компилируется. Ну это же делается самим браузером. Это браузер в момент загрузки модуля компилирует, как бы транслирует для целевой платформы. Ну это… У меня в коде была эта стадия показана, эта стадия есть, она… Сейчас… Вот эта стадия, я вызываю compile явно здесь. WebAssembly.compile и мой модуль. И он практически один в один транслируется в x86 или ARM. Ну это как бы похоже на то, как работает, допустим, GVM, правильно? Похоже, но не совсем just in time, потому что все-таки здесь явный момент трансляции есть. Ну это браузер делает, правильно? Браузер это делает, да. Из WebAssembly в нативный код. Хорошо. А вот как тогда обстоят дела? Вот, допустим, если взять практику Oracle, то было время, когда они раздавали лицензии. То есть это является GVM, это не является. И там вендоры, которые делали свои GVM, они должны были проходить ряд тестов для того, чтобы доказать, что да, мы вот такая совместивая GVM вот с этими виртуальными машинами. То есть есть такое? Есть стандарт, есть тесты какие-то. Нет какой-то сертификации, но этот стандарт поддержан всеми производителями браузеров. То есть… Microsoft, Apple, Google, Firefox. Спецификации по этим тестам нету, то есть пока только именно на… Есть и тесты, и спецификации. Ну то есть при разработке… То есть нет формальной сертификации на то, что это валидный раннер, это не валидный, как с GVM. Есть как с остальными веб-стандартами, есть спецификация и тесты на соответствие этой спецификации. Спасибо. Вот тогда рядом. Рядом, да. Спасибо за доклад. И вечный вопрос насчет поддержки. Если полимер, если веб-компоненты мы можем с помощью полимера использовать, ES 2017 мы Babel затранспайлим и он будет выполняться. А как с WebAssembly? Здесь у нас есть тоже фоллбек возможность сделать в Asm.js. То есть в JavaScript. Производительность будет хуже, но работать будет. Также это веб-стандарты. Здесь нельзя внедрить что-нибудь новое и сразу этим пользоваться. Здесь для всего приходится писать фоллбек какой-то. Для веб-компонентов у нас есть полимер с фоллбеком, для WebAssembly есть. Ну и предыдущее движение это Asm.js. И для каждого стандарта в принципе что-то есть. То же самое WebPayment сразу нельзя взять и использовать, потому что не у всех он поддерживается. Поэтому часть пользователей получит WebPayment, а для части надо будет показать свою страничу с вводом данных. К сожалению, такой современный веб. Спасибо. Но для всех технологий в принципе есть возможность сделать фоллбек. Да, туда тогда. Вон там желающие есть задать вопрос. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Интересует вопрос отладки дебаггинга. То есть я вот как веб-разработчик, да, у меня есть WebStorm. Я написал код на JS. Хочу сделать из него WebAssembly. Делаю WebAssembly. Ну из JS не получится, очевидно. Ну да, окей, там на TypeScript. Есть TypeScript. Да, вот. И меня вот интересует вопрос, как я могу отладить свое приложение, как бы нативное, да, на мобильном устройстве и особенно вот на свечке там, которую вы показали. Ну к свечке у нас на свечке ничего не работает. Мы как бы к свечке обращаемся. И здесь отладить стандартными средствами браузера. Если у вас есть TypeScript или JavaScript, то в WebAssembly компилировать это бессмысленно, потому что это и так хорошие языки с рантаймом, который поддерживается браузером нативно, во что-то еще компилировать не надо. В WebAssembly скорее компилируется это C++, Rust, C и может быть что-то еще. В этом случае с отладкой, с отладкой все не так хорошо, как хотелось бы, потому что стандарт развивается. Есть базовые вещи для отладки в хроме. Можно отлаживать так же и писать юнитесты, которые работают нативно, потому что код в принципе тот же самый. Но дальше все вот, дальше все сейчас в разработке. Часть про отладку она не очень развита на данный момент. Понял, спасибо. Привет, классный доклад. И хочу спросить, а что с кэшами у сервис-воркеров? То есть мы его сделали, обновили приложуху, как она обновится на самом устройстве и когда подтянутся изменения на сайте? Это очень такой достаточно объемный вопрос, интересный, потому что кэш контролируется полностью тем, кто пишет сервис-воркер. Обычно разделяют на несколько видов сущностей. Мы кладем в кэш какие-то данные. Дальше. При следующей загрузке мы загружаем данные из кэша, например. А потом идем на сервер и смотрим, изменились ли они. Если они изменились, то загружаем опять данные в кэш и уже на следующую загрузку. Понятно объясняю? Ну как-то так. Они обновятся. Это одна стратегия. Можем сделать так, что для некоторых данных, которые у нас особо горячие, мы, если у нас есть интернет, всегда идем в интернет. Если нет, идем сначала в кэш. То есть всю стратегию пишете вы. И есть уже инструменты, которые позволяют сгенерировать сервис-воркер, который, скажем, картинки всегда берет из кэша, а вот горячие данные сначала из интернета всегда, а потом, если нет, из кэша. Ну, в общем, это задача разработчика на самом деле. Потому что там нету какой-то такой стандартной реализации. То есть разработчик этим может напрямую управлять, правильно? У меня вот сервис-воркер и вот у меня код получения. Add event listener у меня тут получается fetch. И в этом fetch я беру request, открываю кэш. И если кэш чему-то соответствует... Где чему-то соответствует? И если кэш... Да, здесь, наверное, не очень показательная реализация. Но вот это обработка всех запросов. Я могу вызвать кэш или я могу пойти в интернет. У меня здесь, если кэш ничего не отдает, я получаю запрос из интернета. Да, надо больше кода показывать. Но это все в коде сервис-воркера. То есть это или писать руками, или воспользоваться инструментом, который генерирует автоматически. Спасибо, все понятно. Так, все, последний вопрос. А микрофон там, к сожалению. Спасибо за доклад. Хотел задать вопрос по поводу синхронизации всех этих учетных данных между desktop-браузером и мобильным. Насколько это вообще безопасно? Так, еще раз. По поводу передачи данных с аккаунтами между desktop-браузером и мобильным устройством. Насколько это вообще безопасно концепции? У хрома есть хранилище креденшево. То есть это с Google-аккаунтом синхронизируется? Если и так... Ну, то есть вы, входя на сайт, выбираете, сохранить это в хранилище или нет. И это всегда синхронизируется с вашими... А в мобильном устройстве выбираете, синхронизирует данные или нет. Там есть такие настройки. И это уже работает для всех сайтов. Просто вот этот credentials API – это способ доступа к этому хранилищу из JavaScript. Поэтому вот эта синхронизация, она безопасная, она уже происходит годами. Просто раньше мы не могли получить к ней доступ. А сейчас можно явно что-то положить и явно что-то забрать. Ну, менее безопасным от этого не становится. Спасибо. Все тогда? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, это, конечно, трудно. Ребята, кто задавал вопросы? Да, задавай. Сейчас. Ребята, встаньте, кто задавал вопросы. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот первый вопрос был. Я помню. Первый вопрос. Да. Да. Ваш. Так. Три еще. Еще два надо. Прям все вопросы были хорошие. У меня дополнительных подарков нет. Рандомно надо. Тогда я попробую. Тогда я попробую рандомно тогда. Вот одного из вас. Вот, да. И тогда с той стороны. Спасибо большое, Сергей. Мы хотим презентовать тебе небольшой подарок. Спасибо. Он в нашем дефесте. Приезжай еще. Спасибо. Спасибо огромное. Продолжение следует...